Доброе утро, мои хорошие! Утро можно назвать добрым, если оно начинается в объятиях этого красавца. Тут очень сложный выбор, сынуля. Ты будешь индейку в соусе или кролик в соусе? Тут такой выбор. И я тут буду кушать гречку. Что ты будешь, ладость? Что ты будешь? Сказать я знаю. Стало поздно и думаю, стоит ли снимать мукбанг или всё-таки нет. Нет, посидеть, порисовать. У меня на бумажном канале это просто нечто. Прикиньте, каждое видео набирает по 50 тысяч просмотров. И я понимаю, что в этот период, когда канал развивается, нужно все силы вкладывать в канал. Поэтому сейчас, если честно, мне даже без разницы снимать на этот канал или снимать на тот. Тот вообще развивается с гигантской просто скоростью. И мне даже выгоднее снимать на тот канал. Я вас тоже всех очень сильно люблю. Я сюда тоже буду снимать. И это я без макияжа абсолютно. Мне часто в комментариях пишут, Айка, и это ты называешь идеальной кожей? Да! Эти покраснения, румянец, это же норма. Это нормально. Не бывает идеально с фотошопленного лица. И это мои бровки спустя время. Вот так вот они выглядят. Мне нравится. Просто здесь есть волосики, которые нужно уложить гелем. А то они падают вниз. Но чуть-чуть подкрашивать все равно брови я буду. Но о процедуре не жалею. Пришла из магазина. Сейчас вам покажу, что я купила. У меня будет видео пивная тарелка. Поэтому купила лейс. Купила вот такие вот орешки. Они как они правильно называются. Это такие рыбки соленые. Ну как рыбки? Это печеньки в виде рыбок. Сухарики. Пиво. Потому что в видео у нас будет пивная тарелка. И внизу у нас ресторан. И сейчас они запели. Я думаю, блин, как под эту музыку я буду снимать для вас видео. И слышно, как будто дома поет. Купила эти. Как они правильно называются? Домино, да? Вроде как. Домино. И взяла карты. Мы с папой просто обожаем играть в какие-то азартные игры. То в нарды играем, то в домино, то еще что-то. Поэтому вот взяла. И мне такой продавец говорит, ну что, говорит, гадать будете? Я говорю, покупаю не чтобы гадать, а чтобы играть. Вот так вот покупочки. А мне что, ничего не купила? А мне? Смотрите, какой сладкий. Я прям не могу. Умиляюсь ему. Блин, на видео даже не видно всей красоты. Я собираюсь снимать мукпанк. Взяла вот эту ленту, которую заказала Шейна. И приклеила на двухсторонний скотч. Вот. Не играйся, дурачок. Это все на соплях держится. В общем, сейчас буду снимать для вас видео с вот таким вот задним планом. Надеюсь, что вам понравится. Еще сделала макияж такой легенький. Помаду, кстати, все спрашивали под прошлым блогом. Какой оттенок помады. Сейчас вам покажу. Сделала такую причесочку. Хвостик. И как на звон. Внизу у нас есть ресторан. Там, видимо, сегодня мероприятие. Настолько громко они включают музыку, что слышно прямо здесь. Ну, как бы я могу это вытерпеть. Мне не сложно. Но дело в том, что когда я снимаю мукбанг, если там будет эта музыка слышна, то мне снимут монетизацию за нарушение авторских прав. Вот. Поэтому даже не знаю, что делать. Можно подождать. Но если я подожду, уже будет темно. Как снимать такой темной обстановки, непонятно. Помады это от Гош. В оттенке. Какой это оттенок. Вот. 0,10. Мат. Не знаю, какая коллекция. Я покупала в Сабине. Стоила она. Точно не помню. В районе, наверное, где-то 18 монат. 700-800 рублей. В общем, недорого стоила она. И цвет вот такой. Но сейчас, если честно, не советую идти ни в Идеал, ни в Сабину, ни в эти большие магазины. Не знаю, как у вас в России. У нас из-за пандемии коронавируса ни один оттенок помады нельзя тестировать. Тестеров нету. Ничего свочить нельзя. Поэтому как бы берешь кота в мешке. Непонятно, что ты берешь. Например, здесь оттенок совершенно другой. А внутри, посмотрите, какой яркий. Поэтому, опять же, смотрите сами. Сегодня снимаю для вас мотивашку, уборку. Встала очень поздно. Ходила по делам и до сих пор не собрала свою постель. У меня здесь еще такой бардак. Хочу сделать порядок в своих ящиках. Кое от чего избавиться в конце видео покажу. От чего я решила избавиться. Вещей много, ничего не помещается. Я решила все это поделать с вами. Я только что выходила выносить мусор. У меня был пакетик, где именно был мусор отсюда, из этого контейнера. И я, по-моему, выбросила и крышку от этого контейнера. Кто смотрел мои бумажные видео, тот в курсе, как выглядела эта мусорка. Блин, как жалко. Я ее еле нашла. Точнее, мне нашел ее брат. Возможно, где-то дома. Но, по-моему, я выбросила вместе с мусором. Печалька. Теперь перейдем к нашему комодику. Здесь, кстати, у меня новинка, которую я делала для второго моего канала. Должна была снимать сегодня, но сегодня у меня что-то настроения не было. Поэтому буду снимать завтра. Один из ящиков, это у меня косметика. Второй ящик у меня все подряд. А третий, это прошлый ящик с вкусняшками, который я переквалифицировала и сделала под белье. Сейчас хочу белье все самое нужное оставить, а не нужное в шкаф. В общем, сейчас будем все это разбирать. И под канцелярию. Когда я выносила мусор, я еще сгоняла в аптеку. Купила две маски и спирт. Зачем я купила спирт? Сейчас вам покажу, как быстро реанимировать свои фломастеры, которые высохли. Так как я очень много рисую, Несмотря на то, что у меня огромный выбор фломастеров, все равно они немножко подсыхают. И что я делаю? Я беру обычный спирт в аптеке, беру шприц. И сейчас покажу вам, как я заправляю свои маркеры. Открываем спирт. Берем шприц. Лучше брать шприц тоненький. И заполняем. Спирт обязательно закрываем, потому что он улетучивается. Кладем в сторону. Берем наши маркеры. Несмотря на то, что эти маркеры купили сравнительно недавно, все равно они немножко подсохли. Берем вот эту сторону, где вот такая толстая кисточка. Я не знаю, вам видно или нет. Здесь есть щели с каждой стороны. Я беру шприцом и вот так вот заправляю. Много не надо. По чуть-чуть. Я по 0,5 по каждой стороне делаю. Потом вот так вот трясем. И все, оставляем в сторонке. Где-то на 4 часа. Обязательно в горизонтальном положении. И то же самое я проделываю со всеми остальными. Прибираемся дальше. У меня такая коробочка с пустыми баночками декоративной косметики. Вы очень часто на мукбанках спрашивали меня, что это за блеск. Вот такой вот блеск от Жаде. В оттенке. В каком оттенке он? Вот. 552. Классный. Закончился. Отправляем сюда. И разбираем дальше вещи. Много чего я буду выбрасывать. Вот так вот прибралась. Здесь мой каталог. И здесь будет все, что касается бумажных сюрпризов. Выбрасываю вот такую мышку, которую заказала на Шейн. Она просто не работает. И деньги, кстати, мне не вернули за нее. И миниатюрку умывалки. Также выбрасываю вот такие реснички с Алиэкспресс. Они неплохие. Качество у них хорошее. Такой, знаете, натуральный эффект получается после них. Но я их не использую. Они просто лежат. Поэтому выбрасываем. Также в мусорку отправляются две однушки от Мак. У них просто истек срок годности. Я их купила, наверное, лет 10 назад. И вообще не использую. Если честно, я не особо верю в срок годности таких сухих текстур. Но я знаю за себя, что в ближайшие лет 15 я точно не буду пользоваться такими шиммерными цветами. Тем более такие специфические оттенки. Голубой и такой серый. А-ля буфетчица. Еще одни тени, которые тоже отправятся в урну. Эти тени мне подарили. Они китайские, как я поняла. Я такой косметикой не пользуюсь. И вам не советую. Лучше купите какой-то эссенс, катрис. Но не китайские подделки. Потому что непонятно, из чего это сделано. Будет ли это вредно. Поэтому я выбрасываю. Никому даже предлагать дарить не собираюсь. А сразу в мусорку. Хотя, вы знаете, пигментация здесь очень крутая. На удивление, качество теней просто на высоте. Очень классно растушевываются. Оттенки вообще все ходовые. Но, несмотря на все это, я выбрасываю эту палетку. Следующее средство я уже не выбрасываю. А просто отдаю. Это румяшки от Benefit. Покупала я их, наверное, года три назад. Но они такого персикового оттенка. Я подобным не пользуюсь. Мне больше нравятся коричневые оттенки и румян. Поэтому отдаю. Выбрасываю вот такой чехол на телефон. Он пожелтел. И теперь этим телефоном пользуется мама. А она жирафом ходить не будет. Избавляюсь от такого бальзама. Купила его в аптеке. Но он мне совершенно не нравится. И стоил он гроши. В общем, вот в таком неприятном виде он. Поэтому выбрасываю. Также у меня есть две косметички с бижутерией. Есть некоторые вещи. Вот выбросить жалко. Носить тоже не буду. Вот такие сережки мне присылали на рекламу. Я ни разу не носила эти сережки. Потому что они просто огромные. Я потом поняла, что реклама по бартеру это не мой конек. Тут просто лежит. Выбросить жалко. Носить я такое точно не буду. Вот. Вторая. А еще у меня есть такая мини-шкатурка с серебром. Мне почему-то все всегда дарят серебро. Хотя я его вообще не люблю. Мне оно вообще не нравится. В общем, здесь много чего. Что-то я покупала, кстати, сама, когда была где-то в седьмом классе. И я, когда ко мне приходят подружки, которые носят серебро, я говорю, выбирай, что хочешь. Что-то подарила Айсель, что-то подарила другим двоюродным сестрам. А все остальное просто лежит, как мертвый грудь. Единственное из серебра, что мне нравится, это вот такая цепочка, которую мне подарила подружка. Я совсем забыла про существование вот таких сережек. Они очень круто переливаются, смотрятся обалденно. Я их покупала в Нью-Йоркере. И стоили они 9 монат. Это не так дешево для бижутерии, на самом деле. А вот. Но ни разу не носила. Просто так лежат. И, наверное, еще годик полежат. Потом почернеют. Яйка их выбросит. Даже на Новый год не вспомнила их надеть. Ужас. Этот браслет точно отправится на мусорку. Привет из 2013 года. Этот тоже я просто выбрасываю. Чем с таким браслетом идти лучше вообще без ничего? А это так, привет из 2005. Причем этот браслет я покупала очень-очень дорого. Хотя это обычная стекляшка. Ничего особенного. Оставим. Я тут все разбираю. У меня вот такой вот гофре есть. Со съемными насадками. Здесь насадка для выпрямления. Я вот не знаю. Он вроде работает. Но мне совершенно не нравится, как он справляется со своей задачей. Это просто ужасно. Вот. Поэтому думаю, выбросить или оставить. Просто место занимает. Предыдущие 15 лет в моей жизни я не пользовалась. Нет, выру. Не 15. Но где-то лет 7 точно я не пользовалась. А место занимает. Так вот, я выбрасываю. И у утюжка вот такие вот насадки. Я выбрасываю. Хотя он работает. У меня просто есть новый, другой. Вот такой новенький у меня есть. Здесь вот отдельная насадка. Ой, господи. Вот отдельная насадка для гофре. И выпрямитель от Браун у меня тоже есть. Они очень хорошего качества. А то прям задолбаешься. Очень долго надо делать. И мелкие пряди надо брать. Весь в пыли у меня есть вот такой сувенир. Это денежное дерево. Я очень надеюсь, что человек, который дарил мне этот сувенир, сейчас не смотрит это видео. Я на это реально очень надеюсь. Потому что, наверное, неприятно. Что твой подарок выбрасывать. В общем, я выбрасываю этот сувенирчик. Потому что вообще сувениры не люблю. У меня и так и куча хлама. Не знаю, везде вещи, вещи. Уюта нет у этого. Вот. Поэтому сюда же. Коробки, в которых мне дарили украшения. Просто так лежат годами. Выбрасываем. Супер качественный пауэрбанк, заказанный с Алиэкспресс, который заряжает телефон всего на 30%. Подделка аромата от Yves Saint Laurent. Покупала для видео. Использовать можно только как освежитель воздуха. Просто мусор. Заколка, которая почернела. И помада в таком странном оттенке. От No Name такого бренда. Мне тоже дарили её. Браслет, который так и ни разу не надела. Теперь пора перекусить. Все нормальные люди завтракают этим. Я буду ужинать. Мне резко так захотелось. Несквик с молоком. Нечаянно нашпнулась на видео. Вроде как это новая солистка группы Артик и Асти. И она пела песню. Я просто офигела от её голоса. Блин, сколько талантливых людей на земле. Я просто смотрю. И сейчас не то, что я завидую. Нет, я завидую. Я реально. Мне медведь на ухо наступил. Меня даже в школьный хор не брали. Прикиньте. Сказали, ужасно поёшь вообще. Как будто ты глухая. Или ты чокнутая, или ты глухая. Меня даже в хор не взяли. То есть, получается, из класса, из 30 человек, 25 взяли в хор. А меня не взяли. Я смотрю и поражаюсь. Сколько талантливых людей, а. Я люблю, когда много. Ну и что, пожрём? Можно мукпанг, кстати, снять завтра. Хотя, наверное, это неинтересно. Что я пошла кушать. Приятного аппетита мне.